МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Штрафы и включение в черный список. Как бороться с недобросовестными подрядчиками. 102 года славной истории. 29 октября, день рождения комсомола. Айронстар 2020. Саровчанин принял участие в международных соревнованиях в Сочи. Далее расскажем по всем подробно. Отставание от графика на объектах благоустройства – проблема многих регионов. В Сарове чиновники регулярно дают нам комментарии по строительным компаниям, которые срывают сроки или выполняют работу некачественно. Сотрудники администрации утверждают, что бороться с нерадивыми исполнителями крайне тяжело. Что мешает регулированию работ подрядчика, расскажем в следующем репортаже. Совсем недавно мы наблюдали за тем, как строительная компания, которая занималась капитальным ремонтом школы номер 10, сорвала сроки почти на год. Как в детском саду номер 8 специалисты оставили после себя потрескавшиеся стены. Недобросовестные подрядчики в Сарове – уже обычное явление. Теперь проблемным объектом стал берег реки Сатис. В конце июня за благоустройство в рамках программы формирования комфортной городской среды взялась смоленская компания ООО «Причал». За четыре месяца строители успели лишь заасфальтировать дорожки, установить каркасы лестниц и проложить кабели для электричества, системы оповещения и видеонаблюдения. Большую часть работ выполнили саровские субподрядчики. ДЭП выполнил асфальтирование. Наше саровское предприятие занимается электрикой, занимается видеонаблюдением. То есть, по сути дела, зона ответственности предприятия, «Причал» так называемый, является только лестничные исходы и поставка маф. По словам Владимира Еминцева, объект несложный. Подрядчик просто тянет время и небрежно выполняет работы. Если до конца года «Причал» не сдаст набережную, деньги на ее благоустройство из города вернут обратно в бюджет области. Тогда администрации придется взять расходы на себя. Как будто приехали сюда на Калэм, сделают, получат деньги и уедут. А мы тут администрация должна расклебать будем за их художество. Поэтому вот эта позиция, как мы видим, она неприемлема. Та же проблема с компанией «Монолит-сервис», которая занимается благоустройством в рамках контракта на ремонт дворовых территорий. Мы уже снимали результаты работ, а точнее их отсутствие, на некоторых объектах подрядчика. На лестнице у Казамазова 11 и противопожарном проезде у Шверника 43. Объектов в этом контракте очень много. Контракт порядка 5 миллионов. И подрядчик предоставил графику выполнения работ, которые на данный момент он не соблюдает. Срок выполнения работы по муниципальному контракту до конца октября. Уже понятно, что подрядчик в этот срок не укладывается. Чиновники отмечают, главная проблема в том, что согласно 44-му федеральному закону, заказчик, в данном случае муниципалитет, не выбирает подрядчиков. Конкурс выигрывает тот, кто предложит свои услуги на максимально выгодных условиях. Сталкиваясь с безответственным исполнителем, администрация может лишь оштрафовать компанию, либо добавить ее в реестр недобросовестных подрядчиков. Происходит только тогда, когда они полностью не работают и отказываются от проведения работы. Тогда мы можем, будем говорить, провести процедуру внесения их в перечень недобросовестных подрядчиков. Но надо понимать, что в данном случае проект городом будет заварен. Но никому это не нужно. Ежемесячно в реестр недобросовестных подрядчиков попадают тысячи фирм. Данные на них хранятся там два года. Но это не мешает руководству переименовывать свои компании и снова заявляться на аукционы. В Госдуме депутаты не раз предлагали изменить систему оплаты, чтобы деньги за работу подрядчик получал по факту, и у него была мотивация уложиться в срок. Но пока это только разговоры. Воплотятся ли они в жизнь, никто пока сказать не может. Во Франции объявлен всеобщий карантин с 30 октября. Из дома можно будет выходить только на работу, в магазин, на прогулки и к врачу. Бары и рестораны закрывают. Сотрудники большинства предприятий переходят на удаленку, а университеты на дистант. Школу пока закрывать не будут. В России пока жестких мер не предпринимают. Накануне губернатор Нижегородской области внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности, переведя его в соответствие с предписаниями Роспотребнадзора. Расширен перечень мест, где обязательно ношение масок. Теперь туда входят парковки, лифты, подъезды жилых домов. Сотрудники магазинов, водители общественного транспорта и такси обязаны жестко контролировать ношение масок. Руководители организаций, где есть офисные работники, должны перевести таких сотрудников на дистанционный режим. Крупным организациям необходимо выполнить требования о разделении потоков сотрудников. Главная задача сейчас – обеспечить максимальную работоспособность, экономике и стабилизировать деятельность системы здравоохранения, подчеркнул губернатор Нижегородской области. Заведение общепита, как отметил Никитин, продолжит работать в режиме на вынос с нуля часов до шести утра. Также в Нижегородской области продолжается вакцинация медиков от коронавируса. Прививку сделали 42 медицинским работникам. Первая партия вакцины поступила в регион полтора месяца назад. Привиты медики, которые работают с заболевшими коронавирусом пациентами или биоматериалом. Они перенесли вакцинацию хорошо, хотя у некоторых были легкие проявления заболевания. Однако выраженных побочных реакций не зафиксировано. 200 недавно поступивших доз также пойдут тем, кто работает в ковид-госпиталях. Вторая волна вакцинации началась 29 октября. Доставку вакцины для населения, по словам заместителя министра здравоохранения Нижегородской области Белозеровой, пока не рассматривают. В регионе коронавирусом заболели более 40 тысяч человек. У 80% болезнь протекает в легкой или удовлетворительной форме. У 7% средней степени тяжести. Тяжелые и летальные случаи – 1,8%. Чаще всего заболевают подростки от 15 до 17 лет и взрослые от 50 до 64 лет. За последние сутки в России выявили 17 717 случаев заражения коронавирусом. Из них 386 в Нижегородской области. В Сарове COVID-19 диагностировали еще у 110 горожан. Статистику умерших пополнил еще один саровчанин. 5 ноября в Нижегородской области заканчиваются длинные осенние каникулы. И дети должны вновь вернуться к учебе. Однако, как она будет проходить, пока непонятно. Глеб Никитин в своем аккаунте в Инстаграм написал, что форматы обучения рассматривают разные. Но пока преимущества все-таки отдают очному. Между тем, по всей стране все чаще звучат предложения перевести школьников на дистанционку. Депутат Государственной Думы предложил продлить каникулы школьникам еще на месяц, чтобы те не принесли домой болезни и не заразили бабушек и дедушек. Также поступают предложения перевести школьников на дистанционное обучение. Пойдемте спросим у саровчан, как они к этому относятся. Ой, ну если уж это так очень-очень нужно, что вот уже действительно очень большое заражение идет, то может и придется. Вообще сложно сказать. Зависит, в принципе, на самом деле от школ, которые есть. Может, некоторые школы готовы на дистант работать, а некоторые нет. Ну, по вашему мнению, лучше дистанционно? Ну, лучше, да. Лучше, наверное, да. Хотя это расслабляет, конечно, и более все-таки учитель доходчиво объясняет, и они там более такие усидчивые. Я считаю, что лучше очно. Почему? Ну, потому что все-таки, мне кажется, дети больше получают знания, чем дистанционно. Лучше в школе. Потому что можно видеться с друзьями, они на видеосвязи, нельзя там видеться, нормально разговаривать. Лучше, конечно, очно. Ну, потому что материал плохо усваивается, ну, вообще, то есть и мотивация как-то пропадает. Тут хоть преподаватели как-то заставляют что-то учить, ну, делать, да. Точно, да. Потому что дистанционно не такой уровень образования дают. И намного сложнее, больше домашки создают. Плохо. Почему? Потому что мы работаем в школе центрообразования, у нас маленькие детки. Ну, представляете, первоклассники, они еще ничему не научились, их еще на дистанционку отправят. Сами понимаете, чему их научит дистанционка, а не то, что чему их научили за эти полтора месяца, они это забудут. Подобный опрос мы провели в социальных сетях с предложениями еще на месяц отменить занятия в школах и из-за распространения коронавируса не согласны 65,5% респондентов. Поддерживают эту идею 28. Безразлично к этому вопросу 6% участников опроса. Лицейст из Сарова вошел в число победителей Всероссийского конкурса сочинения этого года. Артемий Тимофеевский, ученик лицея номер 15, был единственным представителем Нижегородской области. В число победителей вошли 100 школьников из 59 субъектов Российской Федерации. Пятерку абсолютных победителей объявят на церемонии награждения, которая в этом году пройдет в дистанционном формате. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Были 35% жителей Нижегородской области сделали прививку от гриппа. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Белозерова. Напомним, по плану было необходимо привить 60% населения Нижегородской области. Вакцинация завершится 1 ноября. Светлана Белозерова рассказала о результатах экспериментов на лабораторных животных. Во время исследований ученые узнавали, как вирусы гриппа и коронавируса взаимодействуют между собой. По ее словам, этот микс очень опасен для человека. Здравоохранение может не выдержать нагрузки. Входные врата для гриппа и COVID-19 разные на клеточном уровне. Они не конкуренты, не вытеснят друг друга за обладание клеткой человека. Детский театр моды «Русь» выступил на 24-м национальном конкурсе детских театров моды и студии костюма. В номинации «Эскизный проект» царовский коллектив занял третье место. Кроме того, на международном фестивале конкурса театрального творчества «Золото кулис» «Русь» получила звание лауреата первой степени. На творческом состязании саровчане представили коллекцию пост охраны, фауны и флоры. 29 октября наша страна отмечает день рождения комсомола. Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу молодежи исполняется 102 года. Комсомольцев считали помощниками и резервом КПСС – молодыми строителями коммунизма. О том, как это движение развивалось в нашем городе, расскажем далее. Комсомол стал школой жизни для миллионов советских людей. Еще полвека назад это движение объединяло молодежь со всего Союза. Под эгидой комсомола расширяли московский метрополитен, построили Саяно-Шушенскую ГЭС, космодром Байконур, который стал первым окном человечества в космос. 29 октября исполняется 102 года со дня образования комсомола. В нашем городе организация появилась в 1954 году. Без малого минуло 30 лет, как комсомол закрыли. Это было в 1991 году. А ведь до сих пор мы поздравляем друг друга с этим праздником. Мы считаем 29 октября своим праздником, своим днем. Комсомольцы – помощники КПСС. Всегда ставили партийные и государственные интересы выше своих личных. По их инициативе были построены клубы, спортивные площадки. По словам Ивана Ситникова, в комсомол шли люди с активной жизненной позицией. Лично мне повезло, что я на своем жизненном пути встретил таких людей. Ведь самое главное богатство комсомола, как организации, – это люди. Люди уникальные. И я благодарен судьбе, что я с ними встретился. Советский Союз распался, и вместе с ним исчез комсомол. Но сыровчане до сих пор вспоминают о нем с ностальгией. Замечательный. Я вот была комсоргом очень долгое время, и я вышла только 28 лет из комсомола по возрасту. А так я даже сохранила свой комсомольский билет. Комсомол, ну как таково не надо, но молодежные организации, их надо поддерживать. Вот, потому что без них больше ранее куда. Ну, вы сами видите, как только комсомол исчез, так все началось тут. И наркомания вам, и преступность. Идея объединения молодежи, она всегда была нужна. Но исключить политическую сторону. Оставить социальные акции, гражданско-патриотические акции. То есть убрать политическую подоплеку. И у нас в городе такие организации есть. Комсомольское движение официально прекратило свое существование почти 30 лет назад. Но его лучшие традиции прошли проверку временем и живут до сих пор. И для многих россиян день рождения комсомола по-прежнему остается одним из любимых праздников. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В октябре в Сочи прошли международные соревнования «Айрон Стар». Это спортивное событие объединяет профессионалов и любителей циклических видов спорта. В рамках соревнований проводит индивидуальные командные гонки. Старты для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году на «Айрон Стар» отправился и саровчанин. Сложнейшая борьба – это борьба с самим собой, считает саровчанин Дмитрий Сиренко. К профессионалам себя не относит, смущенно называя энтузиастом-любителем. Спортом Дмитрий заинтересовался еще в старших классах, а в институте купил первый шоссейный велосипед. Затем в какой-то из годов Лыжная федерация города Сарова решила для разнообразия летнего сезона устроить триатлон в Сарове на озере Протяжа. Я заинтересовался и решил поучаствовать. Изначально без особого энтузиазма, но потом это все затянуло. Три года назад Дмитрий поставил цель пройти железную дистанцию триатлона и добился ее на международных соревнованиях в Сочи «Айрон Стар 2020». Участник проплыл 3,8 километра, преодолел 180 километров велогонки и пробежал 42,2 километра. Его результат – 12 часов 43 минуты и 23 секунды. Результатом я доволен не до конца. То есть был план изначально выйти с 12 часов на данной дистанции, но из-за проблем с подготовкой в этом году этого не получилось. Останавливаться на достигнутом саровчане не намерен и в будущем планирует проверить свои силы на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Ряпов, служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбука «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.